Путешествие 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 Девушки Быстро Выходили замуж Если брать по традиции По-карельской Лемби так называлось Древнее Божество любви и плодородия Считалось, что это женственность женская природа женская сущность А лемби это то, что влечёт мужчину к женщине То есть в каждой девушке вот это вот Вот лемби, оно скрыто, это изюминка, ну, говоря, может быть, нашим современным языком, это какая-то наша женская харизма, привлекательность. Девушки с детства берегли свое лемби, они его в себе выращивали, они развивали его, вот. И та девушка, которая выходила замуж, она уже могла не беречь свое лемби, потому что муж нашелся, жених суженый нашелся, она выходила замуж и с радостью делилась своим лемби со своими незамужними подругами, которые на свадьбе по обрядам, по-карельским, на свадьбе девушки незамужние пытались сесть на место невесты, в бане веником невесты попариться, водой невесты умыться, чтобы им тоже достался вскоре суженый. Часто случалось, что приглянувшийся девушке парень не обращает на нее внимания. Тогда в ход шли привораживающие заклинания. Вот возьму воды любовной и спрошу у водяного, кто такой здесь дух любовный, кто склонил любовь девицы, подниму любовь девицы выше всех других любовей, пусть не спит в сырой землице, женихов зову к девице. Колдуны и колдуни на карельской свадьбе занимали важное место, они помогали девушке одеваться. Невеста надевала свадебный наряд в чулане и при этом стояла на разосланной овечьей шкуре, мехом вверх, на пиле и на точенном топоре. После таких, прямо скажем, нехристианских обрядов венчались в церкви. Стоя под венцом, невеста держала между грудями пироги, а потом их съедала в мужнином доме, чтобы не скучать по своим родителям. После венчания уже в доме мужа молодых сажали на печь и кормили молоком или брусникой. Какие еще интересные обычаи были у Карел, можно прочитать в докладе о поездке в Олонинскую губернию летом 1892 года Николая Лескова. А можно и в паденной записке Гаврилы Романовича Державина. Чтобы самостоятельно путешествовать по Карелии, нужно проложить маршрут. Карты дорог и городов Карелии вы сможете приобрести в магазине «Экслибрис». Широко представленный выбор карт России. Те, кто собирается за границу, найдут здесь путеводители по всем столицам мира и, конечно же, книги, которые можно взять в дорогу. Отзывы известных путешественников, как, например, серия «Путеводители с Дмитрием Крыловым». Вы можете почитать и потом, может быть, напишите свои впечатления, которые удивят и автор. А если вы решили не ограничиваться только Карелии, а хотите отправиться в путешествие по всему миру, книга «Гений места» Петра Вайля станет незаменимым помощником. Эта книга своего рода такой путеводитель сопровождения великих гидов. То есть, допустим, Петр Вайля рассказывает о Нью-Йорке, да? И тут же рассказывает о биографии, о творчестве, о судьбе О'Генри. Рассказывает он, допустим, о Праге. И тут же идет рассказ о Гашике. Из этой книги вы можете узнать, допустим, почему Флабер ненавидел Руан, почему переводы Аристофана сильно проигрывают с оригиналом. И вы можете узнать, допустим, о создании известного полотна Мунка «Крик». Прочитав эту книгу, хочется не только побывать в каждой стране, но и перечитать классику. Кстати, когда будете собираться в дорогу, не забудьте купить чемодан побольше. А то все книги не влезут. Приятного отпуска! Смотрите нас каждый четверг. До встречи!